Международная промышленная выставка InnoProm, куда любят выбираться чиновники самого высокого ранга, довольно часто радует интересными экспонатами на автомобильную тему. В частности, в этом году весьма любопытную экспозицию представил Федеральный институт NAMI. Новый совладелец автоваза решил не привлекать производителя Гранд и Вест, а показал в Екатеринбурге несколько новинок под маркой AORUS, ведь именно NAMI является разработчиком техники для первой российской люксовой марки. Итак, премьера номер один — мотоцикл Merlon. Слово Merlon означает «зубец стены», например, «кремлёвской». Так что название выглядит вполне логичным, поскольку легковушки марки AORUS названы в честь башен московского Кремля. Это тяжёлый электрический мотоцикл, оснащённый 200-сильным мотором. При разгоне до сотни новинка уверенно выезжает из 4 секунд, а её максимальная скорость составляет 200 км в час. Запаса электричества должно хватать на 200 км в пути. Производство Merlon должно начаться до конца этого года, но первыми получателями будут не частные заказчики, а гаражи Федеральной службы охраны и МВД. Силовики планируют использовать двух- и трёхколёсные AORUS для сопровождения кортежей первых лиц. Удовлетворять нужды частников планируют не раньше 2023 года. Другая новинка внешне ничем не отличается от серийного седана «Сенат». Но по факту перед нами совершенно другая машина. Ведь вместо двигателя внутреннего сгорания белый выставочный AORUS оборудован топливными элементами. В прошлом году аналогичный экземпляр демонстрировали на открытии завода AORUS в Елабуге. Но тогда автомобиль просто приехал и уехал, а сейчас, когда готовы несколько опытных образцов, были объявлены весьма подробные характеристики. Топливные элементы, потребляя водород, вырабатывают электроэнергию, которая, в свою очередь, питает электромоторы и аккумулятор. Восьми килограммов водорода хватает, чтобы преодолеть до 600 километров. Правда, ёмкости для хранения топлива пришлось рассовать буквально по всему кузову. При этом полноприводный седан оказался намного шустрее своего бензинового собрата. До сотни водорода «Мобиль» ускоряется за 4 секунды ровно, тогда как бензиновой версии для выполнения спорта требуется около шести. Разработчики проекта не скрывают, что рыночные перспективы автомобиля, потребляющего химический элемент номер один, по-прежнему туманны. Сейчас производятся только демонстрационные образцы для изучения самой технологии. Впрочем, и заправлять такую технику пока негде. В России, а точнее в подмосковной Черноголовке, пока существует лишь одна водородная заправка.